Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, если они конечно же есть, ну и не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Большое всем спасибо, кто оставляет фидбэк, дает рекомендации. Мы к ним, как вы видите, прислушиваемся и соответственно стараемся разнообразить контент. Если есть еще предложения, что нужно добавить, обязательно пишите. Так, центральная тема, друзья, как вы наверняка понимаете, это события в Восточной Европе. Мы касаемся вынужденно этого топика, потому что, конечно же, он влияет на рыночное настроение. Рыночное настроение — это, соответственно, динамика риска. На противовесе с рисковыми инструментами у нас есть защитные активы. И с начала этой недели, а если быть даже более корректным, с конца прошлой недели, я рекомендовал все-таки сейчас сделать куда большую ставку на защитные инструменты, среди которых золото, среди которых американский доллар. И если работать с риском только лишь в условиях предсказуемых трендов. И такими предсказуемыми трендами мне сейчас видится рост цен на нефть, углеводороды бренда WTI, вне зависимости от того, какой актив вы предпочитаете. И нисходящая динамика по эталону риска — это американскому фондовому рынку. Мы эту секцию разбираем через индекс S&P. И еще здесь прицепом можно обозначить рынок криптовалют, который все еще коррелирует с американским фондовым рынком. И в соответствии с рекомендацией, которую я дал по американской фонде вниз, есть потенциал для развития нисходящей динамики и в рамках секции цифровых активов. Что касается доллара, текущие котировки индекса американской валюты — 96,84. По сути, те же самые значения, что и в ходе вчерашней торговой сессии. Затишье перед бурей. Конечно же, волатильность дальше будет только усиливаться. И с большой долей вероятности, скорее всего, участники рынка будут больше доверять сейчас защитным инструментам и ждать прояснения ситуации и разрешения вот этого новостного фона. Перевод его из фокуса как бы неопределенности в какую-то предсказуемость. Я думаю, что в ближайшие дни, к сожалению, этого еще не произойдет. Поэтому, касаясь доллара, напоминаю, что причин для роста американской валюты достаточно. Это хороший бэкграунд прошлой недели в виде статистики, начиная от годовых данных по ВВП и заканчивая мичиганским индексам потребительских настроений. Защитные свойства доллара, инфляция, которая подталкивает ФРС к решению по росту процентной ставки. Тем более, что это решение не за горами, но уже совсем скоро, в середине этого месяца, состоится заседание американского регулятора, в ходе которого ставка будет повышена. С вероятностью, я думаю, можно уже сказать 100% на 0,5 базисных пунктов, то есть на 50 базисных пунктов. Заседание приближается, и мы следим за позицией американского регулятора в виде мнения отдельных голосующих членов. И сегодня могу точно сказать, что последний сомневающийся Бостик также готов проголосовать за повышение ставки на 0,5%. На фоне того, что инфляция, которая месяц назад достигла 7,5%, тоже с такой же стопроцентной вероятностью, как мы обозначили, ожидание по росту процентной ставки упрется в новые многолетние максимумы, превысит потенциально, друзья, 8-8,2%. Я уверен, что это произойдет уже в рамках этого месяца, но с учетом высоких цен на нефть, я думаю, что мы можем смело говорить, что рост инфляции практически обеспечен до середины этого года. Поэтому ожидание ужесточения монетарной политики – это еще один козырь, который есть в рукавах доллара. И этот козырь может быть задействован сейчас в формате ожиданий, либо уже по факту самого решения. Сейчас не нужно искать причин для снижения курса доллара, работайте, друзья, по тренду. Индекс американской валюты – очень хорошая предсказуемая сделка. Доллар иена – это как еще возможность одна отработать перспективы повышения ставки. Мои ожидания роста до 116 и выше остаются. Волатильность оставляет желать лучшего по этой валютной паре. Вот вчера мы были на отметке 115.50, сейчас 115.10, но поддержка 115 держится. Золото 1905 в моменте по 20 долларов вверх-вниз. Золото ходит, опять же, на рыночные неопределенности. Но факторы, которые я только что перечислил в отношении доллара, это факторы, которые могут быть достаточной базой, параллельной для роста золота от инфляции и заканчивая защитных свойств. Поэтому я жду 1950 и впоследствии 2000 долларов за тройскую унцию. Эксперты и аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать, не задумываясь, золото сельми 2150 долларов за баррель. То есть это на 100 долларов выше, чем исторический максимум, который был достигнут в 2020 году на отметке 2050. Рынок нефти 99 долларов за баррель. 100 долларов и выше – это, как я уже ранее отмечал, по моему субъективному мнению, разговор ближайших торговых сессий. Ранее США буквально вчера анонсировали возможность продажи стратегических резервов, потому что их призывы, которые направлены участникам энергетического пакта относительно того, чтобы цены расти или добыча более высокими темпами, ни к чему не приводят. Страна ОПЕК плюс непоколебимые, работают, действуют, придерживаются прежних договоренностей. Поэтому США решили взять снова, или лучше, скажем, попробовать взять снова все в свои руки и остановить рост цен за счет выброса на рынок примерно 70 миллионов баррелей нефти. Конечно же, это произойдет не мгновенно. Это большой период времени должен пройти, несколько месяцев. Уж не знаю, как сможет ли, опять же, эта новость, если это решение будет фактически принятым и озвученным, охладить тот интерес, который сейчас имеет место быть в отношении котировок бренда и WTI. Что касается заседания ОПЕК, друзья, но совсем скоро, уже буквально завтра, там будут обсуждать текущую ситуацию на рынке углеводородов. Но согласно предварительной информации, которая есть, сделка по постепенному наращиванию производства нефти останется прежней, без каких-либо коррективов. Эта сделка вступила в силу в середине прошлого года, и в соответствии с ней страна ОПЕК плюс увеличивает объем нефтедобычи ежемесячно на 400 тысяч баррелей. И вряд ли эту сделку изменят. Для того, чтобы остановить ралли, которая сейчас развивается, нужно, чтобы страна ОПЕК плюс поднимали производство вдвое более высокими темпами. То есть нужно, чтобы они дополнительно увеличивали производство еще на 400 тысяч, плюс к тому росту, который ожидается и так в апреле. Но, как я уже отметил, это решение практически невероятно, потому что те комментарии, которые ранее мы слышали от представителей ОПЕК, указывают на то, что ОПЕК остается непреклонен. Сделка будет продолжена в том же формате до, опять же, дополнительной оценки рыночной ситуации. В подтверждение этих слов эксперты ОПЕК плюс буквально за день до заседания ОПЕК опубликовали прогноз. Он был сохранен, в принципе, тоже неизменным. Как мы слышали об этом месяц назад, то, что в первом квартале ожидается избыток предложений. Единственное, что может на него повлиять, это потенциальное сокращение объемов поставок из России, что пока, друзья, лишь гипотетическая тема. Поэтому в сухом остатке у нас получается спрос остается высоким, предложение постепенно сокращается и не дотягивает до того, чтобы удовлетворить этот спрос. Поэтому потенциал роста у нефти высокий. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!